ВИЧИ ГЕЙМИНГ ВИВЕРН, ТУСК, вот что-то из ряда вон вообще выходящее и совершенно новое и свежее. Да и здесь, со стороны ЕХОМ, потрясающе новая Мета, Герокоптер, Шторм Спирит, Рубик. Чуваки просто отжигают, посмотрите, время удивлять. Как можно-то, ребята, остановитесь. Слишком оригинально, слишком. Ну, к этому все шло. В принципе, сколько мы уже наблюдаем Интернешнл, 12 дней и одно и то же происходит. Поэтому, ничего страшного, ничего страшного. Китай против Китая тем более играет. Прошлая игра была невероятно захватывающей. Ну, это, может быть, будет чуть поинтереснее. Но, опять же, по пику я не думаю, что что-то особенное произойдет здесь, что может взбодрить хоть немножко эту катку. Дизраптор в пике командович и гейминг. В принципе, в прошлой игре тоже он был. Ну, тусквей верно, вот кого не было. Это немножко посвежее по сравнению с прошлой игрой, но, в принципе, одно и то же. Минимум времени у Яхума. Что вы тут думаете? Мне просто интересно. Яхумы, правда, проигрывают. И на данном этапе надо камбэчить. Вообще, просто по данному пику. А что сочинять? Видишь, доктора взяли и все. И дальше пошли. А потом взяли Клокверка, например. Сайленсер от команды Яхум. Неожиданно. Вообще неожиданно. Насмотрелись на ВП, взяли Сайленсера. Сайленсер от команды Яхум. Сайленсер от команды Яхум. Насмотрелись на ВП, взяли Сайленсер от команды Яхум. В баню отлетит. В баню отлетит. Разо. Удивительное рядом. Тогда Антимаг или Фантом Лансер? Собственно. Антимаг. Пожалуйста. Ну, а здесь Фантом Манцер. Хотя нет, здесь нельзя, конечно. Герокоптер Мейн Керри. Шторм Спирит, скорее всего, Мид Лейн. Сайленсер, думаю, Саппорт. Рубик тоже Саппорт. И у Флейнера нету команды Яхум. Спирит Брейкер в бане. Клокверк. Наверное. Хотя Баунти Хантера нет в пике. Брут Мазер нет в бане. Значит, Бруду возьмут. Сент Кинг отъехал. Отлично. Хоть какая-то радость. Вай Джей забирает себе герокоптера. Ланэм будет играть на Рубикер. Роти Кей будет играть на Сент Кинге. Сайленсер. Это... 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 Ой, забыл вообще. Ну и Хао будет... Играть на Антимаге. Со стороны команды Вичи Гейминг и Фуа. Это Дизраптор. Ай Сай Сай забирает себе Тузка. Финрир будет играть на Винтерн Виверн. И Супер играет на Квин оф Пейн. Ну и со стороны команды Яхум. Расстановка по лайнам. В принципе... Нормальная классическая Сент Кинг отправится на сложную линию. Ланэм и ДДС 2 Сапплина. Сайленсер здесь не используется так, как он используется командой Виртуз Про. То есть не ходит на центральную линию, не ходит на легкую линию. Фармить и гнобить... Оффлейнера соперника. Сетевая берет себе Шторм Спирита. Ну и поехали. Последняя или предпоследняя игра. Сегодняшнего игрового дня. Посмотрим, насколько ВГ будут хороши. Есть подозрение, что ВГ выиграют. Если бы так отвратительно не выглядел Антимаг. Конечно. Что это такое? Просто даже со стороны на это смотришь, печаль какая-то одолевает. Ладно, его дело. Ротикей уже увидел Антимага. У Ротикей пока ничего не прокачано. Но, скорее всего, будет подкоп. Странно. У Ротикей нет имморталовского шлема на Сент-Кинга. Даже удивительно. Рубик, конечно. Савенсера, в принципе, по-моему, ничего тут нет имморталовского. Шторм Спирит. Ну, конечно же. Ну и Герокоптер. Безусловно. Дизраптор. Да, Кинетик Филд. Необычный. Дизраптор, дизраптор тоже у нас совсем... Необходимо. А ну-ка, Квапа. Обрадуй. Нет, ничего, представляете? Ничего. Никаких иммортал-крыльев. Как так? Это ведь и гейминг играет топ-коллектив. Что тогда говорить об обычных дотерах? Ну и здесь, в принципе, ничего нет. Ладно, окей. Скоротали немножко время. Драться все равно никто не собирался до начала этой игры. ДДС на мидлейне и на Силенсере. Будет помогать Сити Уайу. Здесь супер тоже не сам Финрир. На Винтерд Виверн рядом с ним. Фа отправляется на топ-лейн. Будет саппортить Хао. На антимагии. И Ротикей будет стоять тут на Сент-Кинге. Пытаться подфармить немножко. Ротикей уже, в принципе, без ХП. Ротикей в странную игру играет. Еще один удар Ротикей. Ну и все. Теперь надо хилинг селфью взять. Взял и просто отдал все ХП Фаил. Ну ладно. Он капитан своей команды. Он знает, чего он хочет. В принципе, отхилился почти на фулл. Так что нормально. Не критично. Такая Сайсайс в то время с Ланэмом. Мирится силами в лесу команды Йохум. На нижнем лайне фармит Вайджей. Ну не просто Вайджей. Смотрите, какая огромная пачка крипов здесь. Вайджей уже без ХП. Поначалу пришлось всем... Поюзать немножко хилинг селфи. Винтерд Виверн хотела Скайграунда напасть. Благодаря Артик Бёрну это было вполне возможно. Дидиси отошел. Сетивай тоже отошел. Супер, лоу ХПшная. Что с тобой? Супер. Взял, просил по ХП просто на ровном месте. Так, на Сетивай пошел прыжок. Шадоу Страйк на него. По идее, Сетивай не должен уходить. Что и под Артик Бёрном. Ну, хотя есть варианты. Еще один удар. Не добивают его. Ну и Сетивай может, конечно, скопутиться. Шанс есть, но небольшой. Шесть ХП остается у Сетивая. Вот рассчитал. Ну, почему не полезь и не дать еще один удар? У тебя блинг через одну секунду был. Квапа могла оттуда улетать. Но могла, кстати, на ремнант наткнуться и умереть еще до того, как это сделает Шторм Спирит. Тем не менее, выживает. 750 по голоде Вичи Гейминг и по Экспириенсу 500 в пользу команды ВГ. У Айджей 11 на 5. 15 на 5 у Хау на антимаге. Ну, я больше ставлю на антимага, конечно, чем на Гирокоптера. Если говорить о Лейте. Ну, как и Вичи Гейминг. Вроде как раскрылись немножко талантом своим. В Лузера улетели, прямо-таки, скажем, очень пессимистично смотрелся данный коллектив. А сейчас, смотрю, вроде в плей-офф стадии как-то подраскрылись. Уже топ-8, ну и есть шансы нырнуть в топ-6. Сегодня ВГ обыграли коллектив. MVP Phoenix, тех, которые наказали Empire. Ну и ВГ теперь уже в одном шаге. И вот того, чтобы попасть в топ-6. Есть. Есть. Продолжение следует... Гирокоптера уже готовы. Фейсбутцы, YJ по фарму на втором месте. Уступает Хау. Но Хау тут просто доминирует вообще. 29 на 9 против 20 от Гирокоптера. Достаточно уверенное лидирование. Фейсбутцы к Гирочу прилетели. Ну и Квапа, как там дела у нее. Нет тапка до сих пор у Супера. Есть Нул Талисман, Боттл, Мэджик Вонт. Почти шестой левел. Как поживает Шторм Спирит. Сетевая с тапком, с Нул Талисманом, с Боттлом, но без Мэджик Вонта. Рутикей, ну помоги парню, помоги другу. Рутикей пришел помогать другу. И скорее всего Рутикей пришел сюда еще и Даггер себе забирать. У него второго левела Сэнд Сторм. В принципе, это достаточно комфортная ситуация для фарма. И оставляйте капу Даггер. Без Даггера тут сильно не повоюешь. Ну так, 300 голды всего лишь поднял Сэнд Кинг. Четвертый левел практически, но еще нет. Шестой Шторм Спирит и Супер сейчас после этого крипа шестой. Ну и по голде команда Вичи Гейминг выигрывает 500, 600 где-то и 250 по экспириенсу. Ну, по мелочи все. Рутикей, ну стреляли тут плотненько. Рутикей на развороте, у тебя маны нет, ты блефуешь. Это всем понятно. Блефанул прям как год в матче против Комплексити. Шесть с половиной минут сыграно, 750 голды ВГ, экспириенс тоже в пользу ВГ 300. Классная игра, такое шатание графиков то туда, то сюда, настоящие качели. Никогда не знаешь, потому что интрига сохраняется до последнего момента. Кто же выиграет? Те, кто ничего не делают весь матч, или те, кто ничего не делают весь матч? Игрокоптер дальше фармит, у него есть Сейдж Маск, есть... Даже не буду перечислять, что здесь есть... Сити Уай на Мид Лейне. 35 на 4, против него Квапа 35 на 7, 52 на 18 антимаг. Уже Хао тут прилично так вырвался по голде. 3500 у него нетворс, гирокоптер против него 2760. Ну, еще фармить и фармить к гирокоптеру, чтобы до уровня Хао добраться. Где он, кстати, куда делся? Квапа пошел выфармливать леса, Вай Джей здесь. Лан Эмма возвращает, Лан Эмм здесь и останется. Ну и Вай Джей нет смысла сюда уже нырять, надо было раньше как-то это делать. А сейчас, после фарма крипов в лесу, тут выходить уже бессмысленно. Ничего не позабирал здесь, ребят. Тут где-то голды там 200 стоит. О, полетел Сигил, что? Че ты сюда пришел вообще? Еще и не видно, к тому же. Просто прилетел почекать ситуацию, посмотреть. Заблочил спот, красавчик. Ну, на самом деле, очень крутая тема. Шарит таск. Ну, это айс-айс-айс, один из топовых, по-моему, оффлейнеров вообще в доте. Лан Эмма отправился на нижний лайн. Пока что Соло здесь подфармливает. В это время, я смотрю, на топе организуется замес. Ну, такой постольку-поскольку. ВГ вроде убивают. Так, Сайленсера там расковыривают на мидлейне. ДДС в итоге задынаем Вай Джей. И полетел за Финвиром. У нас Вай Джей должен убивать его. Убивает поздно. Рановато как-то. Или поздновато, наоборот, в лес. Колден Брейс у нас в интернете Верну. Ай Джей ло хпшный. Супер, улетает отсюда. Супер, а вообще понт хп. Неужели не убьют его? Да и не убьют его сетевая по ФА. И минус. Ой, там гирокоптера подразорвало благодаря Хао. Хао ворвался очень удачно. Забрал тут деньжищ миллион. 420 по голде. Нормально. Можно жить. Ну и 10 минут уже сыграно. Давайте смотреть, что там по артефактам. Финрир. Бичует антимаг. Персик есть. Тысяча голды на руках. Даже чуть-чуть больше. Туск. 920 на руках. Бутсов спид у Айса-Исайса есть. Сейчас глянем. ПТ это будет или это будет... Аркан-Бутсы. Аркан-Бутсы у Айса-Исайса. Так, Ланэма увидели. Артик Бёрн начинается от Финрира и убегает отсюда сетевая, да и Ланэм пешком уходит. Даже не пришлось для этого бегать дабл дэмэдж у Рубика. Юзайте смок, идите убивайте. В Курире никаких смоков, просто Урнов Шадоуз для Рубика. Ну и Герокоптер уже Аквила есть. Фейсботсы, Брасер. Сетевай в это время. Нул Талисман, Боттл, Сол Ринг, Мэджик Вонт и Пауэр Трэд. Сетевай пожирнее смотрится, чем Клопа. В это время антимаг убивает Сент Кинга. Ротики, как так получилось? Давайте смотреть вообще, как так получилось. Чумы, чумы в самом деле. Бьют Ротики, бьют. Антимага есть ульт, он оставляет Ротики на месте, дорезает. И капитан команды Ехум отправляется в таверну, а вслед за ним отправляет Трубик на нижнем лайнере. ВГ тут просто издеваются над своими оппонентами. Хау фармит лучше, супер тоже, по-моему, пожурнолетнее. Хау фармит лучше, чем сетевая уже смотрится. А ну-ка. Нет, сетевая немножко повыше, но 150 голды это практически не считается. Ну и антимаг 6 тысяч уже. Копейки остается Хаудо приобретение Баттлфьюри. Если он будет на 14-й минуте там или на 13-й, что будет с командой Ехум, я даже боюсь представить. Блин. Как же сильно Хау шарит в фарме на самом деле. 12 минут, 100 крипов уже. Реально, просто даже смотришь на то, как человек фармит и понимаешь вообще уровень игры. Все, этих крипов сейчас он забирает, и у него готов Баттлфьюри. Почему нет? ФФА что, на варды так сильно надо или что такое? Ладно, Хау на линии заберет. Баттлфьюри на 13-й минуте достаточно неплохо, я считаю. Прям так вообще не неплохо, а очень круто. Все, БФ ему уже летит. При наличии Пауэр Трэдс, знаете ли, из Таут Шилда тоже очень не кисло. Ну, 500 гпм на 13-й минуте, как ты это делаешь? Хоть цепляйся вообще на антимага и смотри гайд по фарму. Нормально. Думаю, Монта Стайл минут через 5 будет у антимага. Если драться еще получится, вообще будет идеально. АМ пошел съедать вражеские леса. Насколько я понимаю. А тут сами все завардили. Рубик в это время убивает там Виверну. Антимаг прыгает на Тауэр. Супер плюс Хау, по идее, тут убойная комбинация. Вдвоем они любого развалят, или любых двух. Так, Глобал пошел. Вот команда Ехом, замесов что-то не вижу. Сетевая здесь. Соло вообще стоит, никто его не трогает. Ну и в это время антимаг забирает еще и вышку внизу. 832 голды. 15 минута только началась. У антимага уже практически есть Блэйд оф Алакрити. Бэнд оф Алвент скин приобретает себе Хау. Ну и дальше пошел по вражескому лесу. Теперь здесь есть что покушать. Ну и приобретает себе Даггер Сэнд Кинг. Ротики и в порядке. Тысяча голды в АГ и по экспириенсу 500 Вичи Гейминг. О, точнее Еху. Ну и пошел замес у нас на нижнем лайне. Хау поднимают. Хау прячется у нас в сноубол и Хау не успевает ультануть или что? Да, успевает все делать. Хау это просто сразу Блин Хау делает. Фенрира разваливают. Разваливают так же. Фенрира разваливают так же Фуайя, как я понимаю. Нет, это, это, это Айс 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 отвалился. А Фуай отсюда укатил. Рецепт на Мидас уже есть у Фуайя. Блин, какие крутые саппорты ВГ. Это вообще саппорты и оффлейнер на самом деле прям потрясающе хорошие. Продолжение следует. И ДДС. Неужели будет выходить? Нет, ДДС тут просто провальные на самом деле. 400 денег на руках есть. Рутс оф спид, ринг оф протекшн. Просто несчастье, а не саппорт. И зная потенциал этого героя, страшно смотреть, что происходит с... Что происходит с Сайленсером. Что вообще с ним делать. Сити Вайя возвращают назад. То есть здесь сам себя Вайшат закрывает Айс Айс Айс. Только похвалил его. Глобал пошел на сад команды Ехоум. Фуайя разваливает. Уже минус 2. Винтерн Виверн здесь. Ну и начинает стрелять к вапапа. Всем еще и Сити Вайя отправляется в таверну. А где в это время Хау? Далековато. Хау Хау фармит. Не его это вообще дело. Семнадцатая минута заканчивается. У него есть уже Яша. Почти тысяча голды на руках. Антимаг за всех здесь выфармливает. У него 10к уже ГПМ. У них ГПМ, а вообще Нетворкс. 6700 Сити Вай, 9600 у антимага. Это слишком много, чтобы быть правдой. Ах ты, квапа. Давай еще крипов в лесу позабирай. Бедная несчастная. Ты смотри на нее. Пичи гейминг по голде опять в плюсе. Немножко. И по экспириенсу практически в ноль. По идее, Хау тут оппонентов особых и нет. Если только контроль жесткий над ним не заимеют, то тогда, по идее, умирать ему смысла никакого. Вообще и нет кого. Гирокоптер, я не думаю, что антимага прямо-таки, скажем, пробивает. Если АМ в соло в него вгрызается, то у гирокоптера сразу же проблемы. Моментально. Сайленсер. Ого. Ты смотри, сайленсер Дизраптора убил. Это жесть. У ДДС появляются первые наличные денежки. Ротики. Приморозили. Разультились в него. И ротики не уполз от сюда. Келлинг спривод квапы. Дальше за ДДС. Ланэм. Будешь сейвить тиммейт или нет? Пора бы на самом деле начинать это делать. Через 100 голды ВГ. Е-652 по экспириенсу тоже они. Ну и антимаг погибает от гирокоптера. Ох, получилось-то. Давайте смотреть. Там небесетевая, конечно. Жестковато все это было. Через вортекс развалили. Лайджей еще и кулдаун в него впилил. Прыгает Вайджей. Нет, без кулдауна, конечно. Ну и так, продамажили нормально все. Возвращаемся к матчу. У Дезераптора. Вот и Файо уже. Готов к хенд оф мидас. Сайленсер в это время забирает. Третьего героя. ДДС. 0-1 шел. Теперь 3-1. Деньги полились рекой. Ну и Шторм Спирит. Уже с готовым Бладстоун. Нормально. Бладстоун купил как раз под это дело. Чтобы здесь и остаться. Глимцует назад сетевая. Офигеть просто. Купить Бладстоун. Чтобы слиться моментально. Неужели он не мог предположить даже, что сейчас его идут убивать. Он же шел, уходил от своих оппонентов. Он прекрасно знал, что за ним гонятся. Что его сейчас, скорее всего, расковыряют. Потому что маны у него нет. И Бладстоун, тем не менее, Курьер от себя донес. Профессиональный игрок. Очень странно как-то получилось. Прям совсем странно. Странно-странно. Странно-странно. По нижнему лайну. Время Айс Айс Айс. Но вот этому парню, конечно, дофармить Мекку необходимо. Вообще команда ВГ в масс-файтах немного криво смотрится. Все, кроме антимага. И АМ начал проседать по фармакам. По-моему. Хотя так, постольку-поскольку. Но сам факт, что гирокоптер его на 2,5. Всего на 2,5 от него отстает. Манта стайл есть уже у антимага. Резать будет еще сильнее. Ну и Владмир, следующая цель, скорее всего, для Ахао. 564 гпм в минуту. Ну, немного. Как-то начало было поживее. Есть ли Вижн, будут ли врываться на Ротикея? Наверное, нет. А АМ, если будет нападать, то только здесь. Ротикея почти форстаф готов. Кстати, копейки остались с Энкингуса. Всем уж... Ну и Сайленсер убивает еще и антимага. Это просто жесть. Хао решил поиграться в какую-то нелепую доту абсолютно. FY пришел вместе с Супером пофайтиться. Ва-ба прыгает в самый центр. Уже мега килл. Айс, айс, айс прилетает за YGM. Антимагу не надо было участвовать в этом. Он хотел отдаться просто на секретшопе. Тут такой тупняки, конечно, происходят. Валрус Панч по гирокоптеру приземлился на винт и сломал его. Сзади DC. Это Dominating Strix, скорее всего, для Супера. Или для кого угодно. Да, для Супера. Супер. 2 800 на руках. Просто жестянка. 4 в 2 подрались. Игрыки команды ВГ. Антимаг отдался. Верно отдался. Потом 4 кила делает 3 героя команды ВЧ Гейминг. 2 100. По голде зарабатывает ВГ. 4 400 по экспириенсу. Тоже для них. Супера появляется. Появляется. Появляется Black King Bar. 13-12. Команда Virtus.pro... О, Virtus.pro. Virtus.pro повела уже, конечно. Команда ВЧ Гейминг повела по счету. По золоту и по экспириенсу тоже где-то... Сейчас должны в плюсе уже быть. Вот он. Супер фармила. Приобретает себе хедреску. Кстати, антимаг. Тут и БКБ было бы, наверное, не лишним. 24 минуты сыграно. ВГ 1000 золота и 1000 экспириенс. Эмбер Спирит. Какой же ты несчастный. Все-таки сетевая. Взять, купить Бладстоун и слить сразу заряд. Мне покоя не дает. Ротикея уже есть в Форстаф. ДДС постепенно мека нарисуется. А здесь мека уже есть у Таска. Причем так давненько. 880 голды сверху для Айс Айс Айса. Винтерн Вивер несчастная. Вообще без фарма. Последнее место по Нетворсу. ДДС предпоследняя. Так у него 4 килла еще при этом. ФА. 1 килл, 3 смерти. Ну так фармит пацан. Медас купил себе и не парится. То же самое, кстати, и ДДС мог бы сделать смело. Мека уже давным-давно была бы у него. Вайджей впритык к антимагу. Не будет же он здесь драться? Будет он здесь драться. Вот это Айджей молодец. Развалился. Вайджей слегка супер прыгает. Разорался на сетевая. Хау фуловый. Пока что минус 2. Дальше файт. Сетевай у нас. Денает сам себя и... Верхняя линия команды Юхоум вплоть до хэкграунда сейчас будет спушена. Вичи гейминг не отпустят данную ситуацию. Тут пора вот этим тавером заняться. Как я понимаю, то Т2 уже сыпется. И здесь, и здесь Т2 уже подбит. А центральную линию еще не забирали. Ну и появляется Владмер у Хау и Гвардиан Грифс у Таска. Можно на Роху уйти теперь. Как я понимаю. Ахау уже решил, что на Роху пойдет без всяких моих разрешений. Можно, нельзя. Я уже на Роху. Что там у Супера? Оркит есть. Есть только до 9-секундная. 2 300 на руках для Квапы. Наверное, Аганим. Думаю, что... Учей даже неплохо. Поэтому таймингу зашел бы. Так, видят Вай Джея. Вай Джея под Сайленсом. В него Рубик сразу же сноубол, если я не ошибаюсь. Да, моментально сноубол от Рубика. Теперь в обратную сторону. Клон М что творит. Очень круто, кстати. Ульта пошла от Хао. И с эпицентром врывается Ротикей. Хао лоу-хпшный. Хао теряет здесь эго. Ланем его пинает. Минус 3 пока что. Команды ВГ потеряли гирокоптера. И Бантимак должен по идее прыгать и разваливать дальше всех. Ротикей пошел под ком. Всех закрывает Финэдик Филд. Стяжка по Хао. Хао пытается отхилить. Хао под Сайленсом. И отхиливает Хао. И поднимает его Ланем. Ой, Ланем. Что Ланем в этом файте творит? Какой крутой. Блин. Вообще просто великолепно играет Ланем. Просто великолепно. Мол и Фай крутой на Рубике. А тут Ланем. Дальше за Финриром. И бьет Виверну. Бедная Виверна. Что ты будешь делать, а? Ставит себя в... Все. Короче говоря, нет больше Финрира. И упрыгивает просто отсюда Ланем. Сидевая. Триплкил. Отдали ему третий фраг. Это в итоге... По-моему... 6 в 2 или 6 в 1. Не уверен, отображается или не отображается здесь. Йохомы выигрывают 4000 по золоту и 7600 по экспириенсу. Круто. Круто. Ланем. Круто. Да. Скажите. До новых встреч. Ну и Фенрир Уже Приобретает себе шаду амулет Винтерн Виверн собирается, как я понимаю Шаду блейд затарить Ну, забавная история Не каждый день такое увидишь Сэнд Кинг, 1600 на руках Есть форстаф, есть даггер Сетивай 4200 на руках, пора сетивайу как-то и повысить Свою монопул Думаю, что есть смысл какой-нибудь хекс себе притарить Здесь Юхумы вроде как тащат Есть подозрение, что Юхумы эту катку и перевернут Да и выиграют Сетивай, по крайней мере, очень Очень прилично смотрится В это время забрали Центральную линию Т1, точнее, игроки-командовичи гейминг Где Хао? Покажись Хао летает на нижний лайн фармить У него есть варианты здесь для фарма 2200 уже на руках Приобретает себе Огрклаб Чтобы не мучили его Это самое верное решение на самом деле Огрклаб, который В итоге в БКБ превратится 600 голды на все про все необходимо Огрклаб Это не про все Рыба У Анема Даггер Форстаф, а не хватает Рубику тут, чтобы быть Мультимобильным С Сайенсером мы уже видели, у Сайенсера есть Мека есть, Медалин в Кураж, есть Транкл Бутсы Ротикей в это время Глиммер Кейп уже имеется Блинк Даггер есть, Форстаф Ну, такое по мелочи, но Крутые, нормальные, нормальные Крутые, но нормальные артефакты для Оффлайнера точно присутствуют Гирокоптер приобретает себе уже Демонедж, антимаг Что там себе, уже готовый БКБ Как я понимаю, да, прилетает К Хау БКБ, если сейчас ВГ Могут перевернуть Если в принципе ВГ могут перевернуть То перевернуть скорее всего сейчас, когда БКБ Есть У Аэма Потому что прошлую драку его просто контролили Весь файт ДАЯ 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 Расположилась вся команда Вичи Гейминг На Т2 Гирокоптер Ой, Хау, испуганный какой, а Так, тут Сетивай Спрятался в деревьях Готовится врыв Как я понимаю, Сетивай уже поближе Ланэм поближе Поднимают Хау И где твой БКБ? Хау, расскажи-ка, пожалуйста Просто под эпицентром Хау разваливают Бежать отсюда Манта Стайл Все на свете Ой, как жестко, конечно, против Хау здесь сыграли И здесь БКБ не столько зарешал в вопросах конкретно вот неуязвимости к магии Сколько вот дополнительное ХП, которое он дал Хау Хау просто на копейках еле-еле отыграл Прыгает антимаг Допрыгался антимаг Да все здесь допрыгались Покатились дальше Ланэм играет на Рубике Просто феноменально круто Дальше за Эфаем Эфай старается отсюда уйти Эфая не отпускает 22-18 Команда Ехоум переворачивает еще одну драку Ух, как антимаг натупил, конечно Ну, там суперкрутой мув от команды Ехоум Просто по деревьям, по деревьям, по деревьям В антимага, который был здесь И изуродовали его, молочаки Что? Просто врезался в квапу, сетивай 630 голды Ну, потратил маны, хорошо Зато заряды в Гладстоне И этот тимвайт, кстати С учетом квапы По центральной линии идет Команда Ехоум Должны забирать тавер Дайя, здяв�모apsия會 Дайя, старая твалка Дайя – может не волк, под vegetable Конец, куда вылив yapıyorsun Режка Затоlife strustrating Дайя – может! Дайя, старая тporка На нам понадобится Затоlife На данный т守 полчаса Дайя – может быть Режка Дайя – может быть Sortила Дайя –ispiel И с już Раз С stud Тов Субтитры сделал DimaTorzok 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 нет 236 что я все равно немного 270 лучше чем 236 хотя монта стайл тоже есть но сравнительно равный где-то дэмэдж от гирокоптера вносится и от антимага файл ловят файл поднимает view сам себя дизраптор в итоге у нас разваливается где а я им как-то иллюзии пустил сам сюда fight не врывается хао бегает где-то в стороне на сайса напали хао начинает набивать вай джей у лицо вай джей лох и пешный хао пкб еще дерется минус 2 уже делает команда вичи гейминг сама теряет троих и хао отсюда убегает ротики офигенно разульделся конечно не работает но смотрелось очень хорошо по чемпионски и хао пошел дальше фармить ладно ну и троих потерял ну и пес с ним мидлейн подпушили на пойду там фармить конечно вообще без печали еще и вичи гейминг выиграли по голде здесь 1156 и по экспириенсу тоже немного больше чем их оппоненты тут неплохо тараску конечно займите антимагу чтоб не бегать так хоть немножко несчастный файлер смотрится хекс приобретает себя квапа супер тоже в порядке в огромном причем сразу два героя команды вичи гейминг смотрите первые и вторые места и только потом на предпоследнем и предпоследнем и последнем месте остальные герои вг и под середине в пятером друг за другом расположены игроки команды их у 3300 на руках у антимага мкб там есть у ирокоптера поэтому собирать бетерфляй нет вариантов вообще надо идти в хп скорее всего я думаю что ривер следующий артефакт ну и естественно тараска как там гирокоптер тоже знаете ли неживно на 38 минуте гпм и по моему просто удодски у одного и второго что 20 здесь и 483 вайджей вообще по моему стремноватая немножко история попытка номер два по нижнему лайм блин кругу подарил вайджей прыгает дальше хау прыгает у нас на ротикея ротикею дадут разлютиться или нет глобал сайленс какая тишина и как долго на ротикея дальше каждый минус один но от команды вг они забирают гирокоптера теряют дизраптора поэтому они безусловно в плюсе при них остается аэгис надо идти заставлять гирокоптера делать байбэк это абсолютно логично хауман доставил через пять секунд я думаю запрыгивать будет как раз под него прыгает на шторм спирит он начинает резать тавер подкоп пошел по нему хауман доставил поднимают его ну и антимаг уходит да ладно ребята серьезно испугались мы 600 голды остается дупо появление тараски 600 этом немного по его фарм это вообще не все в принципе был бы слот после данной пачки можно тараску приобретать он так и делает продает владмир и покупает себе башер тюблин тоже конечно хп но хотя обисал можно сразу приобрести обисал блейд моментально от хао чтобы гирокоптер сильно не сил поставили его зафиксировали давай бить по лицу антимага теперь триста триста пятнадцать руки лан эмо ловят ульта пошла от супера просто в никуда уходит отсюда лан эмо лан эмо просто молочами сетевая стопит здесь хао обисал блейд сетевая сетевая по идее должен здесь и остаться нет сетевая улетает без маны но болт пошел в лан эмо лан эмо лан эмо локомпешный лан эмо дает гем вай джея тоже бьют хао скорее всего убьет сейчас вай джея думаю подкопа тротикея эпицентр полностью по хао но ему абсолютно класть на него потому что он играет на антимагии вся эта магия уличная не уличная фиолетовая вичи гейминг давят дальше хао идет сразу на центральную линию быстро все сыпятся 300 голды с руки нормальный сплэш по центральной линии будет заходить видимо команда вичи гейминг потому что уже внешне товара снесены антимаг 23 390 что это было аэм очень быстро справляется с аленсером хао дальше файт владелся сетевая что-то за полеты туда-обратно 20 сетевая на бкб в адрес панч под него хао нарезать по сетевая не прошел баш есть ага обессал блэйд еще не проюзанный от хао хао впиливает его в ddc ддc лоу хп ddc по идее здесь и умрет и ddc выживает у него 20 хп антимаг летает ветрах дим хао отошел такие дела хао просто отошел отсюда мидлейн потрепали у тавра 16 хп конечно потрепали мидлейн мидлейн И хау по фарму продолжает Издеваться над каждым 19 тысяч у сетевая и у хау 25 А гирокоптер отстает от хау На 10 почти тысяч По-моему это чересчур много Чтобы гирокоптер еще хоть что-то Успевал сделать Вообще как там гира поживает 8-7 у АДЖ Ну ничего еще Антимаг 7 на 4 Тоже не блещет особо Хау выбрал позицию На случай если нападать будут на супера Но никто не пришел Всем плевать, все на мидлейне Ну давайте по артефактам пробежимся Уже фиг знает сколько идет игра Рутикей Блинкдаггер есть Лотосорб Климеркей Форстаф Рубик Форстаф Ой, Форстаф Блинкдаггер и Еул Также есть урнов шадов Аркан Буци И гем тоже есть у него Открывается у нас Штормспирит Самое сердце на супера Сетивай Лоу хпшный Кстати сетивай Можно и убить А не сетивай Это супер был лоу хпшный И Хау наваливает по сетиваю Сетивай кстати может и остаться Рутикей Врывается Эпицентр не провязал Неужели Хау убьют Хау Скорее всего умрет Нет Холденбрей здесь от Винтервивер И динается моментально Штормспирит А вот теперь Хау могут забрать Прячется он в сноубол Покатился За ДДС Хау Упрыгивает Ну и ДДС Скорее всего здесь может и остаться Ульта Вай джей Антимаг Упрыгивает еще раз Гейм видит Антимаг Ему пока нормально Вай джей Лоу хп Вай джей в таверну 4 в 2 Файт Все это в пользу команды Вичи гейминг Так Приходит сетивай Без маны вообще Антимаг Если бы ульттанул Ну если бы был бы ульттанул Просто уничтожил бы Сетивай Прыгает на сетивай Обисал бейт в него Ты без маны Сетивай До свидания Просто пришел И отдался сетивай Мидер который всю игру Команды Антимаг Пока ничего Ям не приобретаю Нет байбека У Гирокоптера Но есть байбек У штормана Надо на него Его разводить У Ну и ВГ заходит на Рошан. Хао подготовил себе слот под Эггис, а собрал Муншард Хао. Так, а где сам Хао? Пока бьёт Роху, гляньте на скорость оттенка. Всё. Друзья, куда, куда, что, куда? Куда, что делал? Доставил, что ли, выложил или нет? Чё, показалось, что Муншард всё-таки оставит себе антимаг. Даже забавно было бы на это смотреть. Но он съел Муншард и пошёл себе дальше. Файт пошёл. АМ прыгает в центр или нет? БКБ от АМа. Вайджей начинает нарезать. Абисал Блейд Вайджея. Сорбом Вайджей подбрасывает его. Хао притягивает. Кэмрир лоу хп. Вайджей отъезжает в Саверну. Отстапа был уже у Хао. Отстапа был от Супера. Ротики раздавило. Сетивай старается отсюда уйти. По идее, уходит. Главное, это нет Геррокоптера. И у Геррокоптера нет Байбэка. Также нет Ротики. Нет Ланнема. Круто, конечно. Играл, но всё когда-то заканчивается. Наверное, этот Интернешнл для команды. Ехоум. Чё делать? Поздравляем ВГ на самом деле. Тут вопрос времени, когда будет ВГ написано. Жок на Хау. Валерус Панч по нему. Сайленс. Сиди Байк. Таверну. Теперь точно. Или не точно. Но Байбэк есть у Стром Спирита. Когда он не выкупается. Очень странно. А почему? Байбэк от Штором Спирита. Надо только на Хау нападать. Больше не на кого. Остальных нет смысла бить. Хау врывается в центр. По Штором Спириту. Ну и всё. И это в принципе всё. Теперь всё понятно. Да ладно. Столько надежды у ребят. Роти Кей дальше. Здесь уже без вариантов. На Роти Кея надежды никакой. Вайджей врывается. Вайджей начинает пилить. И всё. Команда Вичи Гейминг выигрывает у коллектива Ехоум. Достаточно уверенно хочу вам сказать. Думал Ехоумы на самом деле Вичи Гейминг потрепают. А тут нет. Ехоумы. Не такие мощные оказались как хотелось бы. Да Вичи свалились в лузера. В подвал вообще свалились. Вичи Гейминг. Пришлось им хорошенько поднапрячься. Не Na'Vi если не ошибаюсь отправили. По-моему Na'Vi отправили. Домой ещё на первой стадии плей-оффа. Так и было. Сначала Na'Vi отправили Вичи Гейминг. Потом Вичи Гейминг. Отправляют домой команду Cloud9. Тоже одного из фаворитов. Потом обидчиков команды Empire. MVP Phoenix. И сейчас Вичи Гейминг уничтожают команду Ехоум. Ну и по сути выходят уже в четвёрку сильнейших. Это топ-4. Это знаете ли дорогого стоит на самом деле. Ну что, друзья, небольшая пауза тогда. Там вроде как матч всех звёзд планируется. Пока далеко не разбегайтесь. Если что, информацию в чат, в группе, на нашем канале на Твиче я заброшу. Всё. Всем пока. Огромное спасибо за игровой день. Напишу в чат немножко попозже. Всё. До связи.